так идем дальше так добрый вечер что можно сделать дождевая вода дождевая вода дождевая вода ничего все что вы сделаете вы приближите смерть любое придумали цементирование придумали закрывать чтобы туда не попадала вода закрывать чем то придумали в общем чем то заполнить для того чтобы его дупла как бы не было вот все это чепуха диаметр сколько полагается с дуплом жить оно умудряется дупло дупло вот даже у вас еще ланда там 10 сантиметров а есть дупло 20, 30, 40 сантиметров и я все равно наблюдал все равно дерево дупло возьмет вот так вот возьмет вот смотрите показывает вот так вот и вот здесь будет идти ток и здесь будет идти сколько движений вот здесь будут сосуды и плевать дереву что у него все редко чуть ли не это что там можно это самое бутылку водки спрятать от жены или еще что-то вот дерево на это наплевать вы никогда не на один не то что на один день не на один год не продлите жизнь дереву борясь с дуплами и целостью этим советов Минморя вы не на один день не продлите на сантимет на минуту не продлите вы сократите жизнь если подойдете к дереву с намерением бороться с дуплом поняли не боритесь вот оно с дуплом оно знает как вот это сделать я это наблюдал сотни раз все идем дальше так я вам Антону дает 10-15 вене плодов ура и будет дальше давать до самой смерти вот дупло обработал лак посередовато и плотно заплут ну я говорю это самое ну дает дает ну еще расскажу мое абсолютно твердое убеждение которое когда-то надеюсь тут надо интернет это перешло в учебник лучше дупло не трогать чем обрабатывать чем затыкать пенопласт ничего не делать Валерий Костинович я привожу черники накопала яблонячка в лесу но на некоторых подвоях по два ствола в сантиметр или даже два можно ли привить оба ствола разных шатток либо дерево не справится с двумя подвоями на другом дело не в том вы приводите оба оба сорта оба подвоя это не ваша задача ваша задача ткнуть и забыть придет время и вы увидите что дерево само справится не захочет с двумя подвоями потому что у них отношение к привой разное я придумал такие термины как например антигены лейкоциты то есть прививка это агрессор вот если вы сделали одну прививку или одного сорта вы можете получить в одном случае прекрасное дерево в другом никакого дерева а когда попробовали два сорта у вас теперь два этих самых лотерейных билета два какая-то лучше пойдет какая-то хуже или оба пойдут тоже неплохо вот чем будет то будет главное не лениться привить оба так здравствуйте Валерий Крастантинович пишет Павел а вы маточные деревья опрыскиваете чем против ты деревья же очень искалечены дело в чем еще раз за всю жизнь мне было и там где не было дерна а был сухой пар черный пар знаете как это получалось вот я посадил деревья и даже показывал хвастался этим самым вот сейчас покажу даже как это же не трудно вернуться вот а вот повезло да а и тут же места у нас не хватает и тут же Сергей начал два ряда садить эти косточки 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 и вот до самого горизонта и вот здесь косточки и вот здесь косточки и получилось что мне бы надо бы сразу задернить чтобы не было никакого черного пара надо бы а у него свои интересы он должен тяпать тяпать первый год второй третий потому что привел продал привел продал снова косточки и так все эти 6 лет начиная с 2015 года только последний год он перестал это делать мы там прикупили участок в другом месте и вот получалось так что только там где был черный пар на молодых деревьях третий я всего я всего несколько раз жизни видел на буквально одном двух грушах и абрикосах и у меня есть доказательства специально сфотографированы задокументированы когда на них тля дальше в течение в течение 30 с лишним лет не считая эти 2-3 случая на черном паре где уничтожены кстати черный пар это уничтожение чего муравейников и муравьев согласны вот и там кстати где я видел там никаких муравьев не было таких фотографий не больше 2-3-4 я вам как-то покажу я нудный вот и десятки сотни десятки сотни снова десятки сотни молодых деревьев начиная с однолетия кончая 10-20 лет никогда не на одной груши а у меня фактически висят маточи редко-редко вот эти огромные деревья дырка потерялась я не знал сорт и упустил момент она уже такой а с него черенки уже не возьмешь вот или надо для черенков сильно калечить я оставлял их в покое таких немного на них не было тли и на тех где я срезал 5-10-20 меток с молодых деревьев это касается всех груш еще раз говорю кроме 2-3 случаев всех груш всех абрикосов никогда нет тли никогда вот видите мне трудно поверить а вот это уже поверить на вишнях никогда на черешнях никогда на персиках никогда 5 пальцев загул осталось что а и на сливах венгерках никогда ни одной тлинки поверите остается сливы венглоды или как-то на подвод на подводе идут сливы венглоды те же китайцы это тоже венглоды вот они только подвергаются сильно много скручивать листья и яблони тут я ничего поделать не могу но вот этот сад вот этот вот когда прошло несколько лет я перестал опрыскивать вообще яблон как-то скручивает но не смертельно не мешает урожай нормально сами видели каждый год фотографии каждый год фильмы и сливы которая действительно скручивает и мешает им расти это тем подводным сливым китайкам тут пшик подчеркиваю яблони все а сливы только половина а те которые подвойны а вот и тогда получается что борьбы со сливой мало совсем почему-то когда я заметил а у меня же эти же самые девчата опять же мордой а у вас это самое вы же режете а другим не даете когда я отрезаю ветки я показывал как отрезаю оставляю опять же спочек так и вот этот способ обрезки он плохой это очень плохо но это примерно как вот смотрите вот видите три фаланги я взял две отрезал можно жить после этого я таких людей знал я знал одного который в детстве вот руку сунул в эту все хозмашины вот так пальцем и вот этим обрубками пальцев он работал ювелирно ювелирно обрубками пальцев вот так то есть две фаланги нет только одна так вот это одно но когда извините заставляет еще раз показать это самое вот это вот самая страшная вещь вот не понимая что они творят вот вот видите когда вот это отрезает это вот сравните я отрезал две фаланги видно меня нет а Ольга Исака говорит отрежь по плечу прямо вот полностью даже не вот сюда вот так вот допустим по локоть а по плечу полностью полностью вот так да такое не просто по плечу можно отрезать плечо вот тут потом культи а заживет да и вот именно такие культи имел этот самый Бородич Владимир Степанович у нас уникальный садовод вот с такими культями обоих у него руки сгорели вот так вот отсюда и он этим работал 20 соток и сад и огород все делал да но они же еще хотят чтобы вот эта культя это писали себе хирурга который сошел с ума и который сказал не вот тут отрежем зачем зачем человек вот эти руки а вот тут вот так прямо так чтобы не вот тут вот рано все таки а вот тут она была бы еще вдвойне больше даже втройне вот такая вот и чтобы вообще невозможно было бы зашить так дайте как культи сшиваем вот это примерно вот тут советую я предлагаю отрезать допустим вот такую веточку да на прививку взять и смотришь и смотришь на дерево или нет и не болеет даже потому что это самое безобидное вот вот а когда вот эту всю руку по самый локоть то какой локоть полностью вместе с плечом вырезать вы понимаете вы понимаете что вот это примерно полдерева эти ветки по диаметру одинаковые взять вот так отрезать эту ветку целиком а потом еще в другом это 50% а потом еще процентов 10% 10% и остается процентов 20% от всего дерева вот теперь сравните у нее когда вот этот обрубок останется у нее будут ля или у меня у меня никогда не бывает наруша ну не бывает мне приходится вот так делать невозможно поверить да потому что деревья практически целые по 10 20 30 черенков беру ну вот это беру вот это вот это вот это все как мог ответил надеюсь от сегодняшнего нашего разговора будет поздно все таки так где мы были мы были сейчас помню и как туда обратно вернуться ага вот давайте смотреть что осталось прочитать а еще а вы еще спрашивайте маточные деревья значит вот я показывал сергей опрыскивает это редко-редко только питомник все все остальное это моя прерогатива все деревья которые вышли из питомника у меня же всегда это был питомник потом его выдавливал матесесаты а питомник уходил на новую территорию и от матесесаты не подходил к нему даже когда сливы и яблони скручивали вообще не подходил это называется настоящая селекция вот вы знаете чем мне не нравится что наука она калечит селекционные деревья вот показать а мы не нашли до этого смотрите я убираю вот видите я убрал три фамилии видите вряд ли вы держали эту книгу в руках это резкий экземпляр вот а здесь что вот здесь это резать резать как завещали вот эти ребята ясно вот вам и это вот вам и селекция так селекция селекция